Добрый вечер, уважаемые белореченцы! Сегодня четверг, 3 марта, а значит, пришло время пригласить вас на очередную программу «Открытый диалог». Тема нашего сегодняшнего диалога – качественное образование, перспектива для развития гражданского общества. И мы сегодня приветствуем в нашей студии начальника управления образования Полину Валерьевну Микову. Добрый вечер! Здравствуйте! Прежде чем мы начнем наш открытый диалог, мне бы хотелось напомнить нашим телезрителям телефон прямого эфира 33808. В общем, звоните, задавайте свои вопросы, которые вас волнуют, вопросы по сегодняшней теме. Или присылайте их в виде смс-сообщения на наш короткий номер 5522. Пожалуйста, не забывайте сначала в тексте сообщения написать 107FM, потом сделайте пробел и после пробела пишите само сообщение. Ну, то есть, ваш вопрос. Полина Валерьевна, заявленная сегодня тема, она очень обширная, а время прямого эфира очень ограничено. Но все же попробуем хотя бы тезисно обозначить, какова же связь между современным качественным образованием и перспективой построения гражданского общества. Ну, действительно, в 2015 году перед образованием и системой управления образованием стала задача развития поиска, в первую очередь, это одаренных детей. Детей, которые увеличивают школьники в связи с участием в Олимпиадах, в конкурсах разных развитий. Так, в 2015 году в Белореченском районе во всех Всероссийских Олимпиадах задействовано было участников 1052 учащихся. Это учащиеся 5-11 классов из 29 образовательных учреждений. На территории у нас Белореченского района находится 35 образовательных учреждений. Значит, победителями стали 45 учащихся. Из них призерами 268 учащихся. Это говорит уже о многих достигшихся результатах. Также победителями 45 учащихся, которые стали призерами во Всероссийских Олимпиадах. Они были приглашены, эти учащиеся, это 9-11 классы. В последующем это стали призеры 9 учащихся. 9 учащихся – это школа 5-я, 31-я, 2-я, наиболее высшие показатели уровня, достигнутые в Олимпиадах. Также, кроме Олимпиад, мы непосредственно делаем интеллектуальную работу. Вы знаете, что на территории работает Эврика, Юниор Эврика, Альбус, где также дети занимаются в данных интеллектуальном развитии. Это какие-то обучающие? Конечно, в первую очередь. Это обучение по программам дополнительного образования олимпиадного уровня, сначала муниципальных, в последующем на краевых конкурсах. Также у нас достигнуты более лучшие результаты, чем в прошлых годах. Это конкурсах стали 18 педагогов, которые показали свой уровень развития на учитель года Кубани, директор школы Кубани, педагог-психолог, воспитатель года Кубани. В этом году, в 2016-м, я хочу отметить, что выдвинут был директор школы Кубани, Назаров Сергей Сергеевич, он является директором школы номер 31 поселка Родники. Из 44 муниципалитетов, которые также выдвигали своих кандидатур, он вошел в 12 лучших директоров школы Кубани. Мы не останавливаемся на достигнутом. Считаем, что это можно достичь еще более лучшего результата и прийти к той цели, к которой мы идем. Непосредственно хочу сказать, что актуально сегодня ставятся профильные классы. Профильные классы – это агротехнического профиля, казачьей направленности, плюс, ко всему, технологической и, конечно, это нашей, педагогической. Мы с 1 сентября попытаемся ввести в каждой школе это направление. С уклоном будут классы находиться, поэтому как можно больше уровня развития детей. Плюс ко всему мы не останавливаемся на достигнутом. В этом году нами будет предложена форма еще, значит, будем работать с профессиональным подходом техникума. Техникум наш, который находится на территории Белореченского района, предлагает для 9 классов дополнительно закончить 8 профилей. Это ранее, если то забытое УПК, сейчас мы хотим это восстановить. Хотим дать детям дополнительное образование. Это наши слесаря по ремонту автомобилей. То есть, непосредственно обучаясь в школе, они получат какую-то трудовую специальность. Да, это как бы поддержка для детей в будущем, потому что мы понимаем, что сегодня не все семьи могут дать высшее образование, а на ступени развития школьной дополнительно еще ступень, в котором в последующем мы видим, что нужны швеи, слесаря, то есть технической направленности люди. Поэтому у нас много в стране юристов, много лиц, которые связаны с экономическим, но однако не хватает той базы, именно в этом направлении. Поэтому мы начинаем и эту работу. Вот что касаемо, скажем так, нашего развития инноватики. Полина Валерьевна, вот благодаря построенным детским садам в нашем районе практически исчезла очередь в дошкольные учреждения, но, к сожалению, осталась другая проблема, вторая смена в школах. И решение этой проблемы, как говорил глава района Иван Иванович Ингрун, первоочередная задача для муниципалитетов. Что-то делается в этом направлении? Конечно, в этом направлении мы тоже работаем. Мы работаем непосредственно на сегодняшний день обучающих у нас 13 166 человек. Это в школах? Это в школах, да. И именно мы говорим сейчас о второй смене. Вторая смена из 35 образовательных учреждений составляет на сегодняшний день 21 образовательное учреждение. Если это по учащимся, то это 3378 учащихся. Мы, конечно, разработали карту для себя и выдвинули первоначально необходимость в тех школах в первую очередь сделать капитальный ремонт. То есть у нас есть помещения, которые предусмотрены были ранее для лабораторных, которые не используются, для педагогов, для как методические кабинеты. Мы, значит, решение, скажем таким, волевым решили переконструировать эти кабинеты для предоставления для детей именно, чтобы им как можно меньше, то есть вернее, как можно больше создать для них условий. И тем самым, если мы переконструируем в девяти образовательных учреждениях, сделаем этот капитальный ремонт, мы подали заявки в Министерство образования и науки, эта реконструкция будет проходить во второй школе, в четвертой, в шестой, в шестьдесят восьмой, в семнадцатой, в восемнадцатой, в пятой. Тем самым мы уберем очередь, ну, скажем так, очередь, да, тысячу человек. Тем самым мы увидим, что дети во вторую смену, их станет намного меньше. Количество детей, занимающихся, обучающихся во вторую смену, будет сокращаться. Сокращаться, да. Плюс ко всему, но это еще не говорит о том, что мы не будем строить. Да, у нас есть уже проект в Белореченском районе. Мы сейчас рассматриваем проект на школы, новой школы на 1188 мест. Плюс ко всему, мы также привезли проект для того, чтобы эта школа на 400 мест и школа на 550 мест. Непосредственно сейчас первое, чем мы занимаемся, это школа, которая будет находиться в городе. Это первая наша очередная задача, чтобы закрыть очередность, в первую очередь, во второй школе, в третьей школе, в четвертой того микрорайона. И рассматриваем сейчас микрорайон Северный. Это будет школа-сад, потому что вы все знаете, что у нас там находится новый детский сад. Он пользуется спросом, это новый микрорайон. Мы хотим также развивать дальше этот микрорайон и тем самым там построить школу на 1100 мест. Плюс ко всему, мы не забываем, что у нас есть сельские школы, где также вторая очередь, вторая смена вернее. И предлагаем тоже на рассмотрение сейчас 15-ю школу, где построить в будущем на 400 мест школу. В последующем также есть планы вернуться опять на город. И знаем, что большая потребность в 9-й школе, которая недалеко от администрации находится. Там учащихся во вторую смену больше 10 классов. Поэтому тоже есть в дальнейшем пути развития и там, в этом направлении. Понятно. Ну, прежде чем мы продолжим наш разговор, хотелось бы напомнить нашим телезрителям еще раз телефон прямого эфира 33808. Если есть вопросы к нашей гости, пожалуйста, звоните, задавайте их. Сегодня родители очень волнуют вопросы, касающиеся ЕГЭ. И хоть говорится, что особых изменений в едином государственном экзамене не будет, но какие-то нововведения все-таки планируются. И расскажите, как будет проводиться ЕГЭ в нашем городе в этом году? Значит, форма ЕГЭ. Ну, первое, я скажу, что в нашем муниципалитете в этом году единый государственный экзамен сдаёт 347 учащихся. ЕГЭ у нас начинается с 29 мая по 23 июля. Форма изменений имеется. Это, в первую очередь, изменения в Кимах, где тест не будет ответов, как было ранее. То есть мы знаем, что это, прежде всего, общество знаний, история, география, информатика. Плюс ко всему, мы теперь Белореченский район и в целом вся система управления, да, будем печатать Кимы. Если раньше это был Край, то сейчас это возложено на муниципалитет. Это новое тоже. Плюс ко всему, ПП это будет проходить в форме онлайн, то есть уже стопроцентное обеспечение онлайн. И, конечно, непосредственно пункты проведения ЕГЭ. Это сокращенная форма, я извиняюсь за вывод, что мы часто используем, поэтому сокращенную. И, конечно, непосредственно 100% сканирования контрольно-измерительных результатов по окончанию самого экзамена. Это вся форма проведения ЕГЭ на сегодняшний день. В основном вся остальная процедура остается так же, она неизменна. Это также неиспользование сотовой связи, непосредственно блок вопросов, который остается у педагогов, отрабатывают. То есть есть критерии, положение, где четко прописано, что и за кем закреплено. То есть функции остаются те же самые. А планируется повышение минимального балла, так называемого? Нет, все остается на точке. Да, все так же. Полина Валерьевна, самый наболевший вопрос для родителей первоклассников. Какую школу нести документы? Какие рекомендации по этому вопросу? Ну, рекомендации непосредственно мы давали в СМИ. Информацию о том, где размещена территориальность, в какой школе принадлежат. Куда родители должны обратиться, в какую школу с заявлением. С сегодняшнего, вернее не сегодняшнего дня, а с этого года, с 1 февраля, мы подаем заявление в образовательное учреждение. В последующем формируются классы. То есть уже сейчас, с 1 февраля, можно подать заявление. Уже подают заявление, уже формируются классы, потому что в каждом образовательном учреждении есть численность, которая должна быть. Плюс ко всему, мы знаем, что не все по территориальности могут пройти. Школы заполнены, дети растут. Поэтому я прошу и пользуюсь, что нахожусь в студии. Если у родителей возникают какие-либо вопросы с поступлением, с заявлением и обращением в первый класс, вы можете обратиться в управление образования ко мне. Каждый день, ввиду того, что не хватает одного дня в приемные дни, я каждый день могу помочь родителю с формой заявления, написанием, обращением. Потому что есть уже родители, которые обращались к нам, и мы предоставляли места в другие образовательные учреждения, если это уже не входит в территориальность. То есть проблема решается? Конечно, обязательно. Вот по поводу личных обращений, у нас как раз у телезрителей есть звоночек телефонный. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Мы вас слушаем внимательно. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, вот у меня такой вопрос. Какие-то средства из бюджета выделяются на ремонт детских садов? Вопрос понятен. А как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Меня зовут Юлия. Юлия. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Значит, по данному вопросу могу сказать следующее, что действительно денежные средства выделяются. Вы как видите, что в 2015 году мы построили три образовательных новых детских садика, которые на сегодняшний день, это 600 мест. Это тоже финансирование, финансирование нашей муниципалитета, кроме краевых и федеральных денег. Непосредственно также мы выделили в позапрошлом году, в 2015 году, на реконструкцию. Это детский сад 13 и 36, где ушло более 7 миллионов рублей. Плюс ко всему вы все знаете, что в образовательной системе, именно в дошкольной образовательной системе была оптимизация. По оптимизации прошло 368 мест дополнительно. Соответственно, выделялись денежные средства для реконструкции внутри этой групповой ячейки. Мы закупали мебель, кровати, стульчики. То есть делали ту среду, которая необходима для ребенка, для развития его в дальнейшем и нахождения в дошкольном образовательном учреждении. В этом году также будут происходить капитальные ремонты внутри данных учреждений. Финансирование на сегодняшний день я сказать конкретно сумму не могу, потому что у каждого образовательного учреждения сейчас план работы, который согласуется непосредственно с ПОЖ-надзором, санитарно-педагогическими требованиями, где тоже мы смотрим, какие необходимо в первую очередь сделать работы в том или ином образовательном учреждении. Полина Валерьевна, а если все-таки с родителей просят деньги на ремонт? Ну, могу сказать одно. В детских садах? В детских садах, да. Могу сказать, что денежные средства руководителями, то есть заведующими, не собираются. Данные пожертвования, есть у нас договор пожертвования. Где, если родитель хочет положить, то, пожалуйста, в организации. Плюс ко всему, если нужны какие-то, возникают проблемы во время, да, нахождения ребенка, и родители посчитали нужным приобрести то или иное, да, они должны выйти, это собраться вместе с родителями, родительские, провести собрания. Комитет должен именно рассмотреть, что действительно это необходимо, и самостоятельно закупить. Поэтому сборы денежных средств нами запрещаются. То есть принуждать никто не имеет права родителей? Нет, ни в коем случае. На добровольной основе, пожалуйста. Только так. Понятно. Полина Валерьевна, этот вопрос родители задают постоянно. Почему школьная форма должна быть именно вот той фирмы, которую выбрала школа? И управление образованием как-то контролирует этот вопрос? Ну, чтобы цена была подъемная, скажем так, адекватная для родителей, и чтобы форма была комфортной, удобной, прочной, ноской? Конечно, этот вопрос стоит на контроле, на контроле управления образованием. Я хочу сказать, что форму, которую выбирает та или иная школа, она выбирается именно родительским комитетом. Мы не как управление образованием, так и директора школ знают, что система выбора это является только родители, которые выбирают тот или иной стиль, ту или иную фирму, где они хотят работать. На сегодняшний день мною предложено и руководителям образовательных учреждений, и родителям, которые приходят и обращаются с данными вопросами, что необходимо рассматривать, в первую очередь, это внутри поставщиков, которые находятся не за пределами Белореченского района. Я знаю, что многие заключаются с Армавиром, с Новокубанским районом, то есть есть другие, отдаленные, с Краснодаром. И знаю, что на сегодняшнем Белореченском районе есть фирмы, которые могут шить эту форму. Поэтому, скажем так, это первая, которая задача. Вторая задача ставится перед всеми руководителями. Я знаю, что у нас есть малоимущие семьи, малообеспеченные семьи, многодетные семьи, есть большие образовательные учреждения, в которых учащихся, вот как взять пятую школу, да, больше тысячи учащихся находятся. Если родители взяли один договор с одним предпринимателем, да, и хотят в последующем с ним работать, я и сама готова выходить, и готова общаться с теми, кто работает, и с руководителями, ставить перед ними задачу, чтобы одна форма была непосредственно родительским комитетом выбирается та или иная семья, которая делается в подарок, то есть отдается учащимися. Это одна из форм, как бы еще дополнительной поддержки тех семей, которые малообеспечены на сегодняшний день. Плюс ко всему, что касаемо самой формы как таковой. Я считаю, что если на сегодняшний день мы видим, что родителям непосильно, да, как вы говорите, покупка той или иной формы, можно придерживаться к той форме, которая пошита. То есть родители могут даже сами приобрести какую-то форму, которая более или менее подходит под форму, которая в этом учебном учреждении принята. Конечно. Понятно. У нас есть телефонный звонок. Еще один. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ирина Федоровна меня зовут. Скажите, пожалуйста, вот профильное обучение, а в 10-й школе могут заниматься, допустим, швеей, или рисованием как художник, или еще какие-то повара? Спасибо. Я услышала. Спасибо за вопрос. Я услышала. Ну, конечно, все нужно смотреть от развития ребенка, потому что 10-й это коррекционная школа, вы сами понимаете. Если, значит, комиссии, я думаю, что это медико-психологическую, можно также в службу обратиться. Если это не противоречит ребенку в грани того, что мы понимаем, что это дети с ограниченными возможностями обучаются. Поэтому я считаю, что вполне возможно рассмотреть, обратиться либо ко мне в управление образования в отношении данного ребенка, либо руководителю Лиманской, который расскажет и сможет помочь. Понятно. До конца эфира осталось у нас не так много времени, но хотелось бы задать еще один вопрос. Как все-таки отразится экономическая ситуация в стране, в крае, на качестве, на уровне образования? Ну, я думаю, что качество и уровень образования, и даже уверенно, что останется, как говорится, на высшем уровне. Несмотря на то, что финансов сейчас не хватает, мы видим ситуацию в стране, не только в Белореченском районе. Однако все задачи, которые стоят перед нами, они остаются и будут выполняться. Я могу сказать, что у нас запланировано капитальное строительство в двух образовательных учреждениях. Это в третьей и шестнадцатой спортивные залы. Плюс ко всему у нас остаются теплые туалеты. Доступная среда в дошкольном образовательном учреждении – это 14-й детский сад. Поэтому уровень развития не будет ограничиваться в этом направлении. Мы будем также стремиться в последующем развивать образование во всех направлениях, тем самым поднимать еще больше для себя планку. Достаточно ли кадров? На сегодняшний день мы занимаемся этим вопросом. Мы считаем, что отбор мы должны делать внутри, именно внутри школьной системы. Мы уже готовим детей, которые в последующем будут поступать в педагогические вузы, чтобы в последующем эти дети возвращались к нам. Мы будем тем самым поддерживать их, чтобы у них была стабильность и в последующем вернуться в Белореченский район, предоставить им тем самым место для работы. В сельских поселениях школы закрываться не будут у нас в районе? Нет. Нет, ни в коем случае не кредитоваться. А вот материальное оснащение, то есть мебель, компьютеры? Все так же мы будем закупать мебель, компьютеры, интерактивные доски, столы. Наглядные пособия всевозможные. Учебная методическая рекомендация. Все, что необходимо, будет в образовательных учреждениях также находиться в полном объеме. То есть в будущее вы смотрите с оптимизмом? Только так. Немного времени у нас осталось, буквально минута. Спасибо, Полина Валерьевна, за интересные разговоры, откровенные ответы. Я благодарю и наших телезрителей за внимание к сегодняшнему нашему эфиру. Будем надеяться, что эта встреча наша сегодняшняя не последняя. Я тоже так думаю. Подобные встречи будут проходить у нас регулярно. Еще раз спасибо за то, что согласились прийти к нам в гости. До свидания, дорогие телезрители. До следующей встречи в эфире.